В школе номер 129, что находится в Куйбышевском районе Самары, сразу несколько футбольных талантов. Ребята давно вместе тренируются, у них отличное взаимопонимание и чувство дружеского плеча. Недавно команда стала триумфатором турнира «Кожаный мяч» на областном уровне. А вот Леда с футбольным мячом в прошлом году не покорился. Теперь намерены взять реванш. Они живут футболом, они очень любят футбол. Даже они устают, но они готовы играть, 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 пинать мяч и все время бредят футболом. Им нравится играть в футбол. Спасибо организаторам, которые организовали это мероприятие, что дети, которые остались дома, могут поучаствовать в футболе. На районном этапе турнира «Лето с футбольным мячом» Куйбышевского района в финальном раунде четыре команды из игроков 2013-2014 годов рождения. Играли два полуфинала и финал. Матчи длились в два тайма по 10 минут. В таком же формате проходят соревнования и в других районах. Причем не только в Самаре, где и родилась идея этого турнира для дворовых команд, но и с недавних пор по всей стране. Соревнования помогают начинающим футболистам не только разнообразить свой летний досуг, но и проявить себя, получить шанс закрепиться в большом спорте. «Лето с футбольным мячом» объединяет детей, родителей и педагогов. Все они включаются в процесс, чтобы помочь игрокам добиться высоких результатов и просто получить удовольствие от игры. С каждым годом турнир становится все более массовым явлением, настоящим спортивным праздником. Здесь участвуют дети, которые играют на первенство города, и также играют обычные дети, которые могут себя как-то проявить, показать, и в дальнейшем участвуют также в различных чемпионатах. Вот эти турниры дают возможность обычным детям, которые нигде не играют, также задействоваться в спорте и показать себя с лучшей стороны. По итогам игр первое место «Золотые медали» завоевала команда школы номер 129. Теперь они будут представлять район на городском этапе, соревнуются со своими сверстниками со всей Самары. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.